МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Стратегия экологическое просвещение. Итоги пятилетней работы подвели в расширенном составе общественной палаты в Москве. С лицензией и инструкцией на русском. Как выбирать и где запускать новогоднюю пиротехнику? Году театра готовы. В строй действующих вступили три новых дома культуры. Экологическая культура и патриотическое воспитание сегодня стали главными темами расширенного заседания в общественной палате страны. В обсуждении актуальных вопросов принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Проекты, реализованные в республике, были отмечены как лучшие практики. С подробностями из Москвы Дмитрий Ковалев. Держава 21 век. Национальная программа, которая реализуется под эгидой общественной палаты. Итоги пятилетней работы подвели в расширенном составе. На повестке дня и новые проекты. В стратегии на перспективу экологическое просвещение. Просвещать призван новый телеканал «Скайлиф ЭКО-ТВ». Это один из медийных проектов движения «Живая планета». Его председатель Николай Дроздов уверен, сейчас необходимо больше рассказывать о региональных инициативах. Съемочная группа телеканала намерена приехать и в Чувашию. Когда мы с Михаилом Васильевичем, глубоко уважаемым главой вашей республики, бывали на высоком этаже, и оттуда вид просто потрясающий. Зачем нам нужны перенаселенные всякие Нью-Йорки, Парижи, загаженные перенаселенные в других городах. Он настоящий город будущего, в котором Чувашия будет жить сейчас, будет дальше еще красивее, экологичнее, комфортнее для людей. Конечно, вот и наши концепции экологического телевидения. Мы можем просто приехать и рассказать о вас, о ваших достижениях. И прежде всего, конечно, достижениях вашего столичного города. Замечательно. Проекты республики поддерживают и в Росприроднадзоре. Ведомстве отмечают, что в регионе налажена эффективная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Радует тот подход, который глава республики выбрал Михаил Васильевич. Сортировка твердых коммунальных отходов. Глубокая причем сортировка с применением автоматических механизмов. Дальнейшее излечение полезных фракций с передачей на переработку. То есть фактически отходам будет даваться вторая жизнь. Эта цикличность может повторяться много-много циклов, много-много раз, когда мы фактически можем заменять первичный ресурс вторичным ресурсом и экономия, и давая, опять же, минимизацию полигонному захоронению. Самое главное, то что через вот эту сортировку и вовлечение отходов в переработку будет достигаться положительный эффект, потому что бы земли не загрязнялись отходами. И Михаил Васильевич об этом тоже ваш глава заявил публично. И это было реализовано. В следующем году стартует национальный проект «Экология». А это значит, что охрана окружающей среды станет первостепенной задачей общества. Один из значимых проектов – очистка Волги. Глава республики Михаил Игнатьев расставил и другие акценты. Нам еще, в Чувашской республике, очень многое надо сделать для того, чтобы на самом деле оставить хорошую экологию для нашего молодого поколения, для наших детей. Каждый папа, мама и бабушка, дедушка за это переживает, когда, допустим, имеется заказованность. А касаясь темы такой очень спорной, такой чувствительной, переход на оригинального оператора, на новый инструмент, могу ответственно доложить, мы с 1 октября перешли, оригинальный оператор работает. Касаясь тарифной составляющей, этот спор, он был, есть и будет. Почему я так говорю? Потому что, если взять от общей стоимости удельный вес сбора, транспортировки и утилизации, то, соответственно, это примерно у нашей республики занимает в среднем 47%. На следующий год мы заложили уже почти 300 миллионов рублей для того, чтобы, где тарифы или стоимость услуг в сфере ЖКХ будут составлять выше, чем 22% на члены семьи, мы будем выплачивать этим малописточным семьям соответствующие субсидии. Сегодня же в общественной палате подвели итоги акции «Знамя Победы». Один из значимых проектов национальной программы приносит ощутимые плоды. Все больше ребят интересуются военной историей и стремятся познать страницы великого прошлого нашей страны. Инициатор акции Николай Дроздов отметил и вклад республики в патриотическое воспитание молодежи. Михаилу Игнатьеву вручили почетную грамоту. Награды сегодня вручал и глава региона. Создателем монографии «Чуваши», сотрудником Института этнологии и антропологии «РАН» Михаил Игнатьев объявил благодарность. Вклад академиков в изучение истории республики отметили почетными грамотами. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Три государственные программы обсудили сегодня на заседании Кабинета министров. Увеличить парк автомобилей и общественного транспорта, работающий на природном газе. Таковы задачи программы развития транспортной системы «Чуваши». Это одно из приоритетных направлений. Большее внимание, само собой, к ремонту дорог. В общем, по программе предполагается вложить в транспортную отрасль порядка 64 миллиардов рублей. Доля протяженности автомобильных дорог к 1935 году у нас в нормативном состоянии должна составить не менее чем 57,7%. Из них регионального и межмуниципального значения 71%. Более 880 миллионов будет направлено на модернизацию и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства. Запланировано развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Включена в проект и газификация районов Республики и Заволжья. Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики. Основные мероприятия – это обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение потребительских эксплуатационных характеристик жилищного фонда, оказание государственной поддержки собственникам помещений при переводе на квартирного дома, централизованном на индивидуальное отопление. Особое внимание старшему поколению – людям с инвалидностью, поддержке материнства и детства. Этому будет способствовать программа «Социальная поддержка граждан». Для оценки наиболее существенных результатов реализации государственной программы предусмотрены два целевых показателя. Это первая – доля населения с доходами ниже и величиной прожиточными уменьшить. Нужно два раза к 2036 году соответствовать стратегии. И доля граждан, получающих социальные услуги, в организации социального обслуживания от общего количества граждан, которые к нам обращаются, мы планируем довести до 100%. Кабинет министров внес изменения и в ряд уже принятых госпрограмм в связи с недавними уточнениями бюджета. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Чувашия в десятки лучших регионов России по развитию массового спорта и физкультуры. Это итог работы многих министерств и ведомств Республики, людей, любящих спорт и пропагандирующих здоровый образ жизни. На совместной коллегии Минздрава и Минспорта Чувашия обсудили дальнейшую стратегию развития системы мотивации. Массовые зарядки со звездой, прогулки с врачом, строительство новых спортивных объектов и ежемесячные дни здоровья по всей Республике. С каждым годом занятия спортом становятся доступнее и популярнее. Мы по развитию массового спорта, физической культуры и спорта на уровне Российской Федерации выглядим очень достойно. Входим в десятку лучших регионов Российской Федерации. В спортивных учреждениях Минспорта работает почти тысяча специалистов, учителей физкультуры, тренеров, инструкторов. Именно они приобщают взрослых и детей к здоровому образу жизни. Министерства же со своей стороны продолжают формировать систему мотивации. Например, уже внедрили профили здоровья. В 2019 году будет запущен проект по укреплению общественного здоровья. Это разработка нормативных и методических документов по вопросам здорового образа жизни, создание центра общественного здоровья, внедрение муниципальных программ общественного здоровья. Всероссийский комплекс «Норм» готов к труду и обороне – еще один проект, привлекающий к активному образу жизни. Кроме того, в отдельных организациях сформировались корпоративные традиции, проводят спортивные фестивали, в их числе и спартакиада муниципальных служащих. Анализ текущего года свидетельствует об увеличении посещаемости физкультурно-спортивных комплексов трудовыми коллективами в Чебоксарском, Красноармейском, Канарском и в городе Чебоксары. В распоряжении жителей республики огромное богатство в виде сети спортивных сооружений. Это 11 стадионов, 760 спортивных залов, 8 сплавательных бассейнов, 37 лыжных баз и свыше 2300 спортивных площадок. По предварительным данным, в уходящем году почти 44% жителей республики, а это почти 500 тысяч человек, систематически занимались физической культурой и спортом. И все же резервы еще есть, пока спортивные комплексы загружены на 90%. Ежегодно в Чувашии выбирают лучших госслужащих. Сегодня в Доме правительства подведены итоги сразу двух конкурсов. 8 лет и более 150 участников. Так выглядит конкурс в цифрах. Причем около 30 конкурсантов впоследствии заняли вышестоящие должности. Повышение имиджа государственного служащего, а также создание дополнительной мотивации для госслужбы. Вот главная цель конкурса. Нам очень хочется, чтобы было там много креатива. Там было много нестандартных ситуаций. Самое главное, многие вещи, которые предлагают наши конкурсанты, что в последующем можно было применить в повседневной жизни. Повышение открытости бюджетных данных. Благодаря этой работе лучшим государственным гражданским служащим стал Игорь Смирнов. Хотел бы поблагодарить оргкомитет за высокую оценку моей работы. Хочу сказать, что тот результат, который отражен в работе, это, естественно, результат работы всего Минфина. И так же, как и моя презентация, она, как бы, то место, которое я занял, тоже результат поддержки коллег, которые мне помогли презентовать в достаточно неожиданном виде свою работу. Это был не стандартный доклад, а небольшая театральная мизансцена. Все присутствующие перенеслись в зал суда. Вам что, заняться было больше нечем по своему основному направлению деятельности? Ну, я не хотел. Меня заставили. Кто заставил? Министр финансов. Ну что же, в таком случае вызывается свидетель Енилина Светлана Александровна. Я вынуждена была назначить ответственного человека за улучшение рейтинга Чувашской республики. И это ответственное лицо было назначено Семернов Игорь Николаевич. В итоге, именно за креативный подход к выполнению заданий Игорь занял первое место. Что касается муниципальных служащих, то это направление поделили на две номинации. Лучшим муниципальным служащим городского округа стала Марина Богданова. А звание лучшей муниципальной служащей сельского поселения получила Елена Никитина. Каждый из победителей унес домой дипломы и ценные призы. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. 273 тысячи пассажиров обслужил в этом году Чебоксарский аэропорт. Для воздушной гавани столицы Чувашия это рекорд. Руководство аэропорта уверено, в 2019 году цифра значительно вырастет. В ближайшие годы Чебоксарский аэропорт ждет реконструкция и перепланировка. Вот так пока на бумаге выглядит будущее здание аэропорта. Перепланировка коснется обоих этажей. Обновятся зоны регистрации пассажиров, приемы, выдачи багажа, таможенных пунктов, прилета, залов ожидания. Таким образом полезная площадь здания увеличится более чем вдвое. У нас подписан договор, 21-й год, уже цифры все знают о ней. 21-й год мы должны закончить реконструкцию. Реконструкцию здания аэровокзала. Значит, сейчас идет предпроектная работа. Проектант избран. Цена проекта будет, ну, больше двух десятков миллионов однозначно. Цифра где-то в районе 22-25 миллионов рублей. Зал ожидания поднимут с первого этажа на второй. А на их месте оборудуют зону прилета. Такая масштабная перепланировка позволит увеличить пропускную способность аэровокзала. Спрос на авиаперелеты неуклонно растет. Сейчас воздушные суда ищи «Боксар» летают в Уфу, Санкт-Петербург и Москву. В перспективе открытия новых рейсов. С 20 февраля у нас будет по пока 31 марта еще один ежедневный рейс на Москву. Выполнять будет компания «Победа». Выполнять она будет прилетом в 11, так, в 10 часов 30 минут, вылетом от нас в 11 по Москве. Аэропорт обслуживают почти 250 человек. Даже в таких сложных погодных условиях воздушные вороты работают без сбоев. Взлетную полосу своевременно убирают. В распоряжении аэропорта 14 единиц снегоуборочной техники. Запаса реагентов хватит на весь сезон. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика. Сегодня весь день в Чувашии бушует метельно. Ликвидацию последствий сильного снегопада брошено максимальное количество дорожной техники и рабочей силы. Снегоуборочная техника на улице Чебоксар вышла в 6 утра. На улицах одновременно работают 24 самосвала. На расчистку тротуаров и остановочных площадок направлено 23 трактора. В частном секторе работают 13 единиц техники. Снегопад, как прогнозируют синоптики, продлится до 3 часов ночи. В ночную смену с 20 часов запланирован выход 66 единиц спецтехники. 26 комбинированных дорожных машин будет задействовано на подсыпки и подметание дорог. 16 тракторов будут направлены на расчистку тротуаров вдоль магистралей. На этот момент известно, что из города вывезено более 5000 тонн снега. А с начала зимнего сезона уже почти 12 тысяч. Администрация убедительно просит не оставлять автомобили там, где они будут мешать уборке снега вдоль трасс на выездах с прилегающих территорий около больших торговых комплексов. В магазин как на работу. Ходят в эти дни сотрудники управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации Чебоксар. Пиротехнические изделия едва ли не самый востребованный товар, но продавать его можно только соблюдением ряда правил. За этим в Чебоксарах следят очень строго. Ассортимент в торговых точках, реализующих пиротехнику, огромный. Если несколько лет назад мы как-то обходились с китайскими петардами, то сегодня можно всю новогоднюю ночь запускать фейерверки, ракеты, салюты, фонтаны и вулканы, которые в свою очередь делятся на наземные, воздушные, водные. В общем, изделия разные, а советы практически одинаковые. Никогда не покупайте пиротехнические изделия с рук, выберите магазин или торговую точку, где официально разрешена реализация этого товара. Я как покупатель должна посмотреть целость из данной упаковки. Вот смотрите, со всех сторон данная упаковка, она цельная. Значит, никаких мятин нет. А если будут какая-либо мятина или разводы, значит, водяные, да, в том случае данный продукт нельзя покупать. И, конечно, нельзя запускать такой продукт. Все пиротехнические изделия должны сопровождаться инструкцией на русском языке, либо на самой упаковке, либо приложенной. И, внимание! Обратить внимание на класс опасности, чтобы он не превышал третий. Кроме того, на инструкции указан радиус опасной зоны. Это радиус, на расстоянии которого от изделия во время его работы не должно находиться деревьев, строений, людей и прочих опасных объектов. Дальше там, соответственно, должна быть инструкция по утилизации, производитель и импортер данных изделий, так как они зачастую заводятся из-за границы. А площадка должна быть твердой, то есть, если это снег, то, соответственно, обязательно надо подготовить, утрамбовать снег перед ним на этой площадке. Затем установить изделие горизонтально, строго горизонтально, и со всех сторон укрепить его дополнительно снегом, не менее 2-3 высоты. То есть проверить на устойчивость, после этого только освобождать фитиль, поджигать и незамедлительно покинуть зону опасную. Необходимо знать, при ветре более 5 метров в секунду запускать пиротехнику категорически запрещено. Не продают такие изделия и гражданам моложе 16 лет, причем в некоторых случаях производитель устанавливает возрастной цен с 18+. Администрация города Чебоксары для запуска пиротехники в этом году определила 55 специальных площадок во всех микрорайонах столицы. Их перечень можно найти на сайте. И помните, береженого Бог бережет. Педагог и воспитанники детского технопарка «Кванториум» стали участниками Всероссийского форума профориентации «Проектория». Он прошел в Ярославле. С Чебоксарской командой познакомилась наша съемочная группа. Миша Кадилов и Стас Тунголов учатся в 8-м классе. В «Кванториуме» занимаются 2 года. На форуме «Проектория» они вместе с ребятами из других регионов выполняли задание на тему – разработка мобильных накопителей энергии. Нам предоставила компания «Леотех» уже примерно готовый вариант накопителя энергии. Наша задача была оптимизировать его, то есть найти другие похожие варианты. То есть сделать за такую же цену куда круче вариант. Умечало больше электроэнергии, было на выходе больше напряжения. Мы разработали три накопителя энергии, то есть для каждой сферы деятельности. И мы даже подготовили примерный план вывода его на рынок. То есть жюри это достаточно высоко оценило. Другой ученик Артем Лукин решал кейс на тему наноструктурированные электроды. Чебоксарские школьники работали по технологии материалов. Всего на форуме было 6 направлений. А их педагог Алексей Самсонов с коллегами из регионов ПФО разрабатывал кейс по профориентации школьников. Тема – транспортная система. Они, решая этот кейс, выполняя задания этого кейса, профориентируются в область работы автомобильного хозяйства, дорожного хозяйства, транспортной системы. Таким вот образом можно было бы повысить качество оказания услуг в этой сфере. Решить проблему инженеров, которые проектируют дороги и мосты, например. Таким вот образом повысить привлекательность профессии дорожника. Помочь ребятам определиться с будущим и выбрать профессию мечты уже в школе. Так работают форумы и детские технопарки по всей стране. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Сразу три дома культуры открылись в муниципалитетах Чувашии. Новые площадки для творчества строятся в Республике по программе устойчивого развития сельских территорий. За последние годы в регионе появилось уже 12 новых клубов. До 2020-го запланировано построить еще столько же. Просторный зрительный зал, гримерка, библиотека, кабинеты для кружков. Все по современным стандартам. В деревне Починок и Нелли Комсомольского района возвели клуб на 150 мест. Сегодня в нашем поселении огромный праздник. Это открытие нового сельского дома культуры. В данном населенном пункте, то есть в деревне Починок и Нелли, сельского дома культуры не было более 15 лет. И вы знаете, люди собирались. Вот у нас есть колхоз здесь действующий. Вот фойе колхоза, то есть все мероприятия. А народ настолько активен, что они своими идеями все-таки добились вот этого нашего нового строительства этого клуба. Мы много раз выходили с письмами, с просьбами к правительству нашему, к депутатам госсовета. В общем, вот, очень активные люди в нашем населенном пункте. В Батаревском районе по программе устойчивого развития сельских территорий открылись сразу два дома культуры. В деревне Тягашево существующий клуб капитально отремонтировали, а в Бахтигильдина построили новый. На это из местного и республиканского бюджетов было выделено 11 миллионов рублей. Кстати, в Бахтигильдина помимо клуба появилась и новая дорога в 5 километров. Для развития сельской местности в последние годы делается очень много. Программа устойчивого развития сельских территорий работает с 2012 года. И за это время с бюджета направлена на развитие сельских территорий около 9 миллиардов рублей. Только за 2018 год направлено 2 миллиарда 365 миллионов рублей. Это очень огромную сумму. Таких денег не было, наверное, я скажу, и не побоюсь никогда. Есть и другая программа, которая показала свою эффективность в республике. Это инициативное бюджетирование. В рамках которой жители деревень и сел сами решают, что им необходимо. И финансово участвуют в проектах. Однако большую часть средств выделяет бюджет республики. В крупных районах сегодня 60% выделяется государством, 40% это собирают бизнес, население. И в маленьких районах софинансирование 80 на 20. 20% населения плюс юридические лица. Очень хорошая программа. Сейчас Минсельхоз проводит конкурс на 2019 год. Если у нас 291 сельское поселение в Чувашской республике, то заявок уже около 450. Если раньше от поселения принималась только одна заявка, то с прошлого года условия поменялись. Теперь количество проектов не ограничено. В управлении Россельхознадзора подвели итоги работы ведомства за 2018 год. На заседании наградили журналистов, активно освещающих деятельность ведомства. В их числе и наши корреспонденты. Мы уже третий год подряд проводим конкурс. И нам приятно, что вы отвлекаетесь на участие. С каждым годом заявок от вас поступает все больше. В этом году поступила 21 заявка. Журналисты освещали самые разные направления работы управления. Изменения в сфере земельного законодательства, карантинные мероприятия, ветеринарный надзор. Работу Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». В теле и радиоэфире вышло почти 130 сюжетов. Почетные грамоты управления заграждались. Это все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова